Дорогие друзья, сегодня и завтра Рошходыш, месяца Кислефа, это означает, что скоро у нас Ханука, всех с наступающей Ханукой, всем хорошего месяца. Давайте немножко поговорим про Ханку и чуть-чуть про недельную главу, про рождение Якова и Исава. Итак, что же хотели от нас греки вот в те события, ханукальные события? Они хотели, чтобы мы перестали соблюдать. Хватит этот Бог, вечный мир, душа, где эта душа? Вы увидели эту душу? Поэтому перестаньте, так нам говорили греки, и для того, чтобы мы перестали, они у нас забрали под страхом смерти три основные вещи, которые у нас есть. Это празднование Рошходыш, то, что у нас сегодня Рошходыш, перестаньте праздновать начало нового месяца, перестаньте, вот забудьте ваш еврейский календарь, ваши все праздники. Второе, перестаньте делать обрезание, вы говорите, рождается ребенок, сразу союз с Богом, перестаньте. И Шаббат. Мы уподобляемся якобы Богу, Бог шесть дней творил, на седьмой день он отдыхал, и мы отдыхаем, не вмешиваемся в это мироздание, уподобляемся Богу. Никакого Бога, никакого Творца, никакого союза, никаких праздников, все забудьте. Эти три вещи, которые нам запрещали греки, поэтому, когда мы празднуем победу над греческой культурой, что мы остались теми, кем мы есть, у нас праздник выпадает на конец месяца Кислева, начало месяца Тевета, что дает нам в этот праздник отпраздновать Рошходыш, обновление, что мы обновляемся, мир обновляется ежемесячно, ежедневно даже, все движется, нужно расти. У нас есть Рошходыш, праздник Ханука, а также у нас есть Шаббат, Ханука длится восемь дней, и есть Ханукальный Шаббат, каждые восемь дней, в любом случае, выпадает Шаббат, и мы можем праздновать и быть в единстве, в единении с Богом. Он не вмешивался, перестал творить, и мы перестаем творить, и так далее, и так далее, поэтому Ханука вот на таком вот стыке двух месяцов, чтобы нам обеспечить возможность отпраздновать Рошходыш, который у нас пытались забрать, и Шаббат, который у нас тоже пытались забрать. Это то, что касается Хабрики. Давайте немножко про недельную главу. Рождаются два близнеца Якова и Исаф, которые полностью выбрали себе разные судьбы. Яков служит Всевышнему, Исаф воюет со Всевышним и говорят нам наши мудрецы, что имя Исаф это от слова Асуй, он сделанный. Кто сделанный? Объясняют мудрецы, что Исаф говорил, никакого Бога, не ищи правды, где душа, ничего. Вот то, что ты видишь, этот мир, он сделанный. То, что говорят тебе твои органы чувств, то и есть. То, что ты видишь, так и есть. То, что ты слышишь, так и есть. Больше ничего более глубокого в этом сом нету. Не учи, не ищи, не пытайся найти какую-то правду. Все осуй, все сделано. Ничего выше этого материального мира, ничего нету. Так вот давал тренинги Исаф и то, что он рассказывал на тренингах, что не нужно ничего искать. Самый поверхностный взгляд на мир. С другой стороны, его младший, старший, не знаю, это сложно немножко определить, его младший брат, скажем так, Яков, говорил наоборот, Иштам Йошефу Алим, учитесь, постигайте, становитесь мудрее, ближе к Богу, ищите душу, поймите, что она есть, ищите Бога, поймите, что он хочет, поверьте, узнайте, растите, меняйтесь. Это было два совершенно разных взгляда между праведным Яковом и грешным Исавом. Асуй, ничего не ищи, все как есть, так это оставь. Точно такое же противостояние было у потомков Исава, греков, которые нам говорили, перестаньте соблюдать, идите побегайте, вон там, смотрите, можно спортом заняться, зачем вы ищете Бог какой-то, что, перестаньте, перестаньте рушходы, шаббат, обрезание, какой союз, каким Богом. И евреи, которые наоборот, мы хотим Бога, мы хотим союз самого рождения, мы хотим шаббаты, мы хотим наш еврейский календарь. Вот такое противостояние между еврейским народом и греками потомками Исава, и между Яковом и Исавом. Исав, асуй, а Яков наоборот, искать и постигать и изучать. Я желаю всем нам хорошего месяца, с наступающей Ханукой, и дай нам Бог искать, постигать и расти. Спасибо вам огромное за внимание.